В 1950 году, когда я, кстати сказать, с 1 утра в детстве, на Московской Олимпиаде была вот такая задача. Собрались н человек. Некоторые из них знакомы, я же с тобой, некоторые незнакомы, да, конечно. Но каждые два знакомых не имеют общих знакомых вообще. А каждые два незнакомых имеют ровно двух общих знакомых. Итак, в 1960 году в Московской Олимпиаде вот такая задача. Собрались н человек в случае энергии. И оказалось, что любые двое знакомых с этими, общих знакомых, ну, кроме их самих, не имеют. А любые двое незнакомых имеют ровно двух общих знакомых. И нужно было доказать, что каждый из них знаком с одинаковым количеством человека. Ну, в те дорогие годы, школьники еще не знали, что такое граффель. По-моему, на русском языке тогда была только, наверное, одна книжка по теории граффель, переведена французского, кстати, языка. Ну, и то я не верю, что она в 1960 году, что, может быть, даже не поможет. Но сейчас все знают, что такое граффель. Вы, наверное, тоже знаете. И все догадываются, что подобные задачи удобно формулировать и решать на языке граффель. А именно, людей изображаем точечками или кружочками на плоскости. Если какие-то два были знакомы, то соединяем отрезком. Или даже кто-нибудь кривой линий, называем ее ребром графа. А сами эти точки называем дешинами графа. А если они не знакомы, то ребра, соответственно, не правда. Таким образом, в ситуации полностью описывается вот эта картинка, которая называется граффель. Число ребр, выходящих из какой-нибудь вершины, принято называть степенью эти вершины. Ну, так тогда задача формулируется так. Если любые две вершины графа смежные, то у них нет ни одной вершины смежной. Если же мы возьмем любые две вершины не смежные, то найдется ровно две вершины смежные. И вот так формулируется уже. Ну, и тогда нужно доказать, что все степени вершин в этом графе равны. Ну, граффель, в которой степени все равны, называют регуляторами. Ну, по-русски можно их называть, наверное, однородными. Слово регулярно используется очень часто и в разных ситуациях, имеется разный смысл. Но лучше, наверное, называть иностранным словом, чтобы не было ненужных ассоциаций. Значит, регулярно не так. Так вот, нам нужно было доказать, что если выполнены вот эти два условия, то граф обязательно регулярный. А, значит, как эти группы могли бы выглядеть в более общей ситуации? Ну, например, так. Любые две вершины графе, которые смежны, они имеют какое-то одно и то же количество вершин, которые смежны с ними. Ну, например, скажем, для любой пары смежных вершин в графе может найтись, ну, скажем, например, В вершин, которые смежны с ними. В нашем случае В равно просто нуль. Во всех случаях таких общих смежных вершин есть. Но могло бы быть, что во всех случаях, например, В, одно и то же. А в ситуации, когда две вершины ребром не соединяются, например, число вершин, которые смежны с этими, может быть, например, не две вершины, как здесь, а какое-нибудь, скажем, произвольное число цель вершин. Так вот, граф с N вершинами, у которого степень каждой вершины равна A, то есть ровно A, например, уходит. Потом до любых двух смежных вершин есть ровно B общих вершин, которые смежны с ними, обозначим это B, и в котором до любых двух несмежных вершин имеется ровно C вершин смежных вершин. Такой граф называют еще сильный регулярный граф. Ну, он регулярный, потому что степень А у каждой вершины. А вот эти два дополнительных условия, вот это и есть сильная регулярность. То есть получается, что вот в этой задаче речь шла о сильный регулярных графах, которые задаются вот таким набором чисел. Вместо числа B у нас 0, потому что нет общих знакомых. А вместо числа C у нас 2. Ну вот задача, в принципе, не так уж и сложно, но решается. Я вам ее предлагаю порешать самим дома. Можно прочитать решение, например, выходила книжка с решениями всех задач московских арендах там с 30-х годов по 68-х, там, например. Ну, любопытно, что в этом решении, я специально смотрел, нигде не рассматривается такой вопрос. А существуют ли вообще такие графы? Может быть, их вовсе-то и нет. Ну, на самом деле, конечно, есть. Простейший пример такой. Дрешение 4, а а равно 2. Ну, а сам граф, это просто-напросто вот такой граф из четырех метров. Цикл, цикл длинный 4. Ясно, что он представляет условию задачи. По очевидной причине. Любые два из них знакомых имеют ровную копсику. А любые два из них знакомых имеют ровную копсику. А есть и другие примеры. Вот этот вопрос, почему-то в этой книге в футбольных комиссиях обойден молчание. И вот сейчас будет понятно, кем он.